Приветище! Сегодня мы вновь ринемся в сугробы. В снежные, рыхлые, пухлые сугробы. Лето дает о себе знать, нужно остужаться, поэтому мы прям по пупок залезем в огромный сугроб. Игрушка The Long Dark, своего рода сериальчик. И мы посмотрим, что нас будет ждать в этих суровых, холодных краях. Эпизод первый. После крушения самолета где-то среди канадских лесов Маккензи потерял доктора Гринвуд и оказался в одиночестве. В борьбе за жизнь Маккензи решает осмотреть городок под названием Мильтон, где начинает осознавать истинные масштабы произошедшего. Астрид. Ой, елки. Не делает, не вы... Нет! Астрид! Ты сейчас начнешь кровью стекать. Ты же в лесу. Прибегут волки, учуют твою кровь и сожрут тебя. За 12 часов до этого. Ангар на рогатом зайце. Джокер. Похоже на то. Похоже, опять грядут редкие заморозки. Надо развести огонь, пока трубы снова не промерзли. Первая глава. Воспоминания. Вы замерзли? Разведите огонь. Нет проблем. Печка есть. В ней что-нибудь имеется? Ничего. Воспламенитель нужен, топливо и горючее. А топливо и горючее это не одно и то же? Ну, допустим, ладно. Что у нас тут? Какие-то пометочки. Фоточки моей семьи замечательной. Карты путешествий, по всей видимости. О, спички. Пожалуй, возьму. 12 спичек. 90 процентов. 90 процентов чего? Заморозка. Весят 10 грамм. Заберу. А как насчет коньяка? Это же своего рода воспламенитель. Горючее. Не могу взять. Не получится использовать. Кедровые дрова. Логично. Логично. Чтобы их разжечь, нужно чем-то полить. Возможно, они очень холодные. 100 процентов замерзшие. 500 грамм. Дровишечка. Можно, в принципе, сюда уже и закинуть что-то. А, там несколько дров я взял. Еловые, кедровые. Понял, понял. Пойдем тогда горючее искать. Горючее. Котелок есть. Но это не горючее. Карта. Остров великого медведя. Папа постоянно туда летал. Он рассказывал, там раньше было очень красиво. Сейчас там делать нечего. Землетрясение и все такое. Горючее, 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 горючее. О, похоже, это мой самолетище, на котором я и разобьюсь. Наверное, так. Ну-ну-ну-ну-ну. А где-нибудь есть здесь? Ой, это же я. Краснощеки алкашек. Ну, бывает, бывает. Когда работаешь в мороз, согревающие напитки помогают только так. Где же найти настойку какую-нибудь? Или бензин? Может, тут самолет как-то заправляем? Что же с тобой делать, дружище-то? Пожалуй, твои лучшие полеты уже позади. Но для меня ты все еще хорош. Ну и другого самолета у меня все равно нет. Вот бы устроить для тебя грандиозное последнее приключение. У-у-у. Знал БГГ, что его ждет. Он бы сейчас повеселел. Травяной чай. Пачка чая с приятным запахом. Пять чашек травяного чая. Возьмем, пригодится. Можно будет согреться, если разведем костер. Ну, в туалете мне точно делать нечего. В мусорке навряд. А вода есть у нас вообще? Черт. Ну, конечно. Трубы снова примерзли. Примерзли к моему заду, наверное. Померзли, так померзли. Не страшно. Отлично. Я здесь сплю. Картонная коробка. Разламывание обойдется в 12 минут 40 калорий. Давай разломаем, почему нет. Калории нам, конечно же, очень... Вот мы шоколадный батончик сейчас можем, в принципе, сесть и калории восстановим. 250 калорий. Даже больше восстановим, чем потратили. Можно поспать. Фото моей жены, наверное. Хорошие были деньки. Дверь скрипнула. Кто-то пришел? Есть кто тут, кроме меня? Наверное, показалось. Горючее, горючее, горючее. Газета. Можно использовать как трус. Почему бы и нет? Может быть, этого будет нам достаточно? В принципе, думаю, что все. Можно разжигать. Вместо газеты трут используем. Начинаем разводить огонь. Уже теплее становится. Как же это долго делается. Губками, щечками подул и все. На час 35 минут нам этого хватит. Осмотрите ангар. Как время летит. Может, поспать. Ну, вообще-то мы ангар уже осмотрели. Изучили. Вы устали. Пойди-ка поспи. Как быстро. То иди ангар осмотри, то иди поспи. Вы уж определитесь. Что мне по сюжету делать? Будильник? Кто бы это мог быть? Пойдем, ответим на звонок. А, это обычный стационар звонит вообще. Алло. Воздушная служба острова Рогатого Зайца. Я сказал ей сидеть дома. Сказала, что в такую погоду летать просто нельзя. О, погоди, помедленнее. Морин, о чем ты? Она только что завалилась и говорит, что ты ее ждешь. Что полетишь с ней на север. Я понимаю, что тебе нужны деньги, но прогноз погоды. Все хорошо, Морин. Я понял. Опа. Привет, Вилл. Что ты тут делаешь? Прошло много времени, знаешь ли. Да, годы от тебя не было вестей. Я знаю, я знаю. Я бы не пришла, не будь это так важно. Ну, и что тебя привело? В смысле, ты заболела? Нет, я нет. Но кое-кто да, и мне надо к нему попасть. Понял, понял. Ты по-прежнему доктор? Да, я по-прежнему доктор. Я думал, что после... Почему ты здесь? Нужна твоя помощь. В северной части острова есть одно изолированное общество. Там кто-то очень болен. На Великом Медведе? Там же ничего не осталось. С той поры... Я знаю. Но мне надо туда попасть. По-прежнему спасаешь мир. Кому-то же надо это делать. Что это значит? Маккензи... Уилл. Я не собираюсь воршить прошлое. Мне нужен пилот, который забросит меня в дальние дали. И не будет задавать лишних вопросов. Кто-то, кому я могу довериться. Погоди, вопросов? Астрид, ты во что-то вляпалась? Ты мне поможешь или нет? Что в чемодане? Я же сказал, никаких вопросов. Что в чемодане, Астрид? Без вопросов. Смотри. Погода там ужасная. Просто чудовищная. И становится только хуже. Ты пришла через столько лет, и... Я мог умереть. Ты могла умереть. И ты приходишь и просишь меня рискнуть своей жизнью где-то над северными пустошами, чтобы ты со своими загадочными металлическими футлярами попала куда-то в дикие дали. Просто потому, что ты пришла и попросила? Да. Астрид, ты его не вернешь. Не в этом дело. Я знаю, как было тяжело. Нет. Ты не знаешь, Маккензи. Ты не знаешь ничего. Ты думаешь, я не чувствую того же? Мы летим или нет? Чем дольше ждем, тем хуже будет. Черт. У меня на это нет времени. Подожди. Тем хуже будет? Почему у меня ощущение, что ты не о погоде? Потому что я не о ней говорю. Тащи сумки в самолет. Я проведу осмотр перед полетом. И хорошенько пристегнись, полет будет не из легких. Чёртова бабёнка! Ничего даже не сказала. Так. Два человека плюс топливо на полёт до Великого Медведя и обратно. Получится... На груз места почти нет. Если масса будет слишком большая, нам просто не хватит топлива на дорогу. Нужно серьёзно обдумать, что ещё взять. Выберите дополнительный груз. Это не обязательно, но было бы неплохо. Какие подробности? Воспоминания Маккензи в ангаре воздушной службы у острова Рогатый Заяц ждёт, когда же хоть что-нибудь произойдёт. Вот, барышня пришла и сейчас понесётся по полной. Вот, то есть загрузите в самолёт вещи Астрид, выберите дополнительный груз. Где её вещи вообще? Чёртова Астрид. Она зовут Уилл. Да? А Маккензи это наша фамилия. Что-то я не вижу здесь, никаких вещей, чемоданчиков. Кстати, если бы она оставила чемоданчик, я бы в него мог заглянуть и позыркать, что там. Парка Маккензи. Не припомню, чтобы приходилось надевать парку так рано. Сезон только начался. Такое ощущение, что с каждым годом становится только хуже. Дешёвая электрика. Обязательно откажет самый нужный момент. Эх, а я хотел чайку заварить, чё, зря, что ли, подобрал его. Я вроде бы всё собрал. Чай я подобрал. Вот и вещи, собственно. Футеляр Астрид. Такая штука переживёт любой удар. Загадочный чемодан. А значит, видимо, там что-то, чего у неё быть не должно. Рюкзак Астрид. Астрид едет налегке. Не знаю, куда она собирается, но надолго оставаться она явно не планирует. В принципе, всё. Открываем отсек, закидываем туда шматьё. Вот, перекидываем. Надо надеть нашу парку и валить. Смотрю, ты всё ещё его носишь. Что ношу? Своё кольцо. Наше кольцо. А, да. Ну... Я просто снять его забыл. Я своё тоже ношу. Почему? Воспоминания. Я думал, ты хотела всё забыть. Не всё. Знаешь... Надо было найти тебя. Всё хорошо. Я занималась своими делами. Всё изменилось. Точно? Потому что выглядит знакомо. Ты всё ещё работаешь с тем исследователем? Доктор... Как там его? Нет. Я больше не работаю в центре. А где тогда? Я на себя работаю. Считай, фрилансер. Доктор-фрилансер? Звучит законно. Я не критикую твой образ жизни, Маккензи. А ты мог бы делать что-то ещё, кроме того, чтобы зависать в старом отцовском самолёте и бухать. Эй-эй-эй, мы в этом самолёте отлично проводили время. И он в полном порядке. Я знаю, ладно? Я знаю. Я не хочу ссориться. Знаешь, я всё время о нём думаю. Я знаю. То, что я сделал, мой выбор. Я сделал это ради нас. Тебе не надо, давай не будем. Нет. Важно, чтобы ты услышала. Мне нужно это сказать. Маккензи. Дай сказать. Уилл, помолчи секунду, что-то не так. Это плохо. Что такое? Пропало электричество. Всё электричество просто исчезло. Чёрт. Что происходит? Нет электричества, значит, мы падаем. Держись. Астрид, Астрид, если бы не ты, я бы сейчас сидел в своём холодном захолустье. А теперь у меня проткнута рука. И может чё-нибудь сломано. Астрид. Приятель, ну не вытаскивай. Ну, конечно, он вытащит. Мы это уже проходили. Астрид! Похоже, я пробил ветровое стекло. Деревья остановили падение. Ну, почти. Вторая глава. Крушение. Ну вот. Зря только вещички собирал. Нужно остановить кровь. Давай тут сейчас поищем что-нибудь. Кстати, от костра далеко бы не отходить. А то мы можем и замёрзнуть. А можно отсюда спрыгнуть? Оу. Вы умрили от тяжёлых закрытых ран. Ну, что поделать. Я просто проверял. Нужно остановить кровь. Ящик разломать и потратить 40 калорий. Нет, мы это не будем делать, поскольку у нас проблемы с руками. Ничего. Бинтики где-нибудь у нас есть. О! Трут две штучки. Разламываем. Ткань нам подойдёт для того, чтобы сделать какой-нибудь бинт. По-вязьки можно как найти, так и сделать из ткани. Они хорошо останавливают кровь. Вот, пожалуй, мы этим и займёмся сейчас. Источник света. Аптечки. Так холодно, что даже не чувствую своих ног. А если я прям... О-о-о-о-о, твою ж мать, я горю. А это честь за кости. Кровать. Можно поспать. У костров можно топить снег, готовить еду и греться. Но мы это понимаем. Давай кабинтик сейчас сделаем. Вот тут вот. Использовать. Левая кисть. Перевязываем. Потери крови вылечено. Ну и... Хорошо. Ох, больно! Попытайтесь выбраться из ущелья. Легко сказать. О, так с меня реально кровь текла. Сейчас вроде бы всё... Всё остановилось. Да ёлки, опять обжёгся. Пошёл я в пещеру, короче. Сейчас буду обвязываться, перевязываться по полной. Я ж инвалид, ёлки-палки. Собираем бинтики опять. Здоровье у меня отнимается прямо так успешно. Кровотечение просто хлынуло. Мне бы тампоны не помешали. Заткнуть дырки. Использовать. Может снежок приложить? Слушай, я столько бинтов потратил, а ожог как бы хоть бы хны. Вывих лодыжки. Последствия авиакатастрофы. Это скорее всего бинтиком не вылечить. Растяжение запястья. Боль. Боль. Ну и мы сейчас, короче, по всей видимости, всё. Пойдём-ка попробуем найти ещё деревяшек. Вот, отлично. То, что нужно. И разожжём в пещере костёр. Казета подойдёт. Ветки. Вообще всё тут прям как надо. Я думаю, этого будет достаточно. Бежим в пещеру. Рядом с костями будем пахнуть. Я не брезгливый. О, блин, пахнуть. Спать. Костерок. Будет здесь у нас. Разжигаем. Со здоровьем прям совсем всё плохо. Наверное, я сейчас откинусь. По второму разу. Давай же, разжигайся. У меня ручки трясутся. Одна рука дырявая, другая обожжённая. Всё плохо. Чувствую себя не очень. Надо отдохнуть. Поспим в пещере тогда. Рядом с косточками. Надеюсь, что медведь не придёт и не сожрёт нас во сне. Астрид не пришла меня искать. Значит, просто не может быть. Потому что ранена или мертва, нужно вернуться на место крушения. Да она уже сдохла где-нибудь. А мне тупо повезло. Всё, вот это вот лучше собирать. А то кто знает, что нас будет ждать дальше. Здоровье не ахти. Мне бы поесть. У меня что-нибудь есть с собой. Источник света. Это не то. Журнал нам не интересно. Ружьё бы тоже пригодилось. Но его нету. Что вот это за консервы? Простая ёмкость, в которой можно топить снег, кипятить воду и готовить еду. Увы, еды у меня нет. Может быть, ягодок? Я слышал лазь собак. Скорее всего, это булки. Это очень плохо. Разломать. Ой-ой-ой-ой. Это была плохая идея. Меня прям капец как шмантылять в разные стороны. Потому что потратил калории и сил совсем нету. Так. Что-нибудь будет сожрать, а то... Ой-ой-ой. Мне бы попить. Мне бы сожрать. Сейчас. Есть выход. Есть выход. Подожди. Еще и холодно стало. Сейчас мы в ущелье придем. Где моя баночка, скляночка вот эта вот? Использовать ее для набора снега. Повернуть влево. Да зачем ее поворачивать и разложить? Вот. Банка! Как тебя снег набрать? Я сейчас нафиг... Ох. Тяжко мне, тяжко. Сейчас блювану. Ядрен батон... Я отключился, по-моему. Вы ушли во тьму. Ну, по крайней мере, в пещере рядом с костями. Ничего. Медведь придет, обрадуется. О! Вылечено, вылечено, вылечено. В этот раз я хотя бы проснулся уже вылеченным. Но голодным, обезвоженным и замерзшим. Сейчас будем выбираться из ущелья по поводу воды. Я так и не разобрался, не знаю, как зачерпнуть снег, хотя его здесь навалом. По всей видимости, нужно искать определенное место, где можно это сделать. Сделать что, ты спросишь меня. Зачем? О! Выберите инструмент, чем ломать. Рукой или... Ну, давай ножом разломать. Разрежем. Газетку, тряпки, это все возьму. Вот ящик. Обыскать металлический контейнер. Конечно, обыщем. Спички нашли. Эти запасы закончились. Но у нас есть напиток. Можно, в принципе, его сейчас и выпить. Пей. Сладкий газированный напиток с кукурузной начинкой. Пусть будет так. Немножечко утолили жажду. Кушать уже не так сильно хочется. Будем выбираться, наверное, вот по этому дереву. Других вариантов тут шибко-то и нету. Ага. Веточки. Дрова всегда нам пригодятся. Наверное, так можно туда вскарабкаться. Сейчас вскарабкаемся. До сих пор горячо. Отчего тебе горячо? Ожоги, что ли, у нас есть? Вроде не было ожогов. Подожди, надо посмотреть на себя. Где я? Что у меня тут? А, действительно ожоги. Вы получили сильные ожоги. Риск переохлаждения. Ну, это понятно. Для того, чтобы вылечить ожоги, мы можем бинты с лекарствами какие-то заюзать. Либо с чайком. Или же подождать, пока заживут эти ранения сами. Скорее всего, будем ждать. У меня ничего с собой нет. Что, полезли? Все. Понятно, что холодно. Сейчас попробуем где-нибудь развести костер. Ищерпанно. Ягоды. Это ж можно поесть. Миша мне с доброй лапой оставил. Шиповник. Плод диких розовых кустов. Наберите шиповников и заверите обезболивающий чай. Вот как мне его заварить, если я снег не могу тупо зачерпнуть. Я идиот какой-то. Уже бы давно зачерпнул, растопил и попил. Следы. Классно. Мне это нравится. Мне это безумно нравится, что они остаются. Значит, легко можно будет найти путь обратно. Откуда мы пришли, туда сможем вернуться. Если вдруг заблутаем где-нибудь. Заплутать тут как нефиг делать. Что, снова вверх. Мне опять холодно. Здоровье не к черту. Молочек. Молочек. Может, мы сейчас крючки выйдем и там водички наберем. Других вариантов нет. ГГ у нас очень уверенный тип. Говорит, я думаю, что у меня все получится. Я выживу. Я выберусь. А я думаю, что мы сейчас сдохнем опять здесь. И все по новой придется делать. Потому что ГГ не хочет воду набирать и снега. Молочек. Наконец получилось залезть наверх. Ты про это имел в виду, что у нас получится? Здесь ничего нету. Такая полянка как будто без проблем может выскочить стая волков или выбежать огромный медведь. У которого лапа с размер моей башки. Пещерка. Я думал, пещерка. Надо где-то пещеру найти. И погреться. Сейчас мы кострище вот тут вот где-нибудь разведем. Мой самолет. Не знаю даже, кому из нас хуже. Бедняга. Итак, это должно было закончиться. Ищите Астрид. Еще напиток. Куртка. Можно согреться. Мы ее сейчас наденем. И костер сейчас тут разорв... Опа, чемоданчик. Давай-ка разводить костерчик тут. Будем сидеть и разбирать чемодан. Дайте мне газету и топливо. Нет, книжка это плохая идея. Хотя, давай книжку сожжем. Почему нет? Она быстрее растопит нам костер. Потому что дрова, которые я только что подобрал, они снега, они сыроваты. И не всегда с сырыми дровами получается разжечь костер. Это очень проблематично. Хорошо, на 16 минут хватит. Отогреваемся. Отогреваемся. И нужно как-то бы нам залечиться. Посмотрим, что у вас был в рюкзаке. Свежий злаковый батончик. О-о-о. Обычные флисовые варежки. Антибиотики. То, что нужно вообще. Футляр чемодана. Мы его откроем, посмотрим, что же там. 9-1-3. А какой код? Закрыто. Мы кода-то не знаем. Чтобы там внутри не было, астрид для него умереть была готова. Надеюсь, еще не умерла. Попробуем надеть куртку, если я еще и не одел. Курточка уже на мне. Варежки уже на мне. По поводу ожогов. Бинт. У меня есть антибиотики. Надо чай. Чай, чай, чай. Заварите шиповника. Сейчас я это попробую сделать. Где у меня банка? Используем вот сюда. Надо к кострюре подкинуть и добавить топливо. Подкидываем дрова. Вода. Топить снег. Вот. Наконец-то. До меня дошло, как это делается. То есть мы ставим ее к костру и потом ладошками подкидываем туда снег. Правильно. Готовим воду. Ты ее вылил? Идиотина. Зачем ты ее вылил? До растапливания 19 минут. А у меня 21. А, у меня 20 минут костер будет сжечь. Хорошо. Мы тогда еще добавим сюда древесину. И теперь 51 минута. Зашибись. Чоп, по воде. 15 минут. Берем шиповник. Так, это варежки. Чуть не перепутал. Бросить. Нет, бросать мы никуда не будем. Ох, елки, жрать хочу, жрать хочу батончик. Батончик съедим. Это должно нам помочь. И газировщику, конечно, выпьем. Фух, полегче стало. Чуть не откинулся на пустом месте. Елки-палки. Я тут уже натоптался. На этом месте. Дрова, дрова, дрова. Да, вот топливо. Последняя дровина. Ну, еще и кетровые остались. В принципе, нормально. Одна минута, и снег растопится. Это шикарно. Но нам же еще его вскипятить нужно. До закипания 19 минут. Ё-моё. Ждем закипания. Уже что-то подбулькивает. Пахнет мочой ежа какой-то. Я точно снег топлю. Готово. До полного выпаривания. Нет, выпаривать мне ничего не надо. Выпейте это. Я хочу это взять. Я взял бутылку воды питьевой. Это что? Не питьевая. Давай мы ее тогда сейчас прокипятим. Я так полагаю, чтобы нам чаек сварить, нам нужен котелок. А без него, увы, ничего не получится. Поэтому нашу миниатюрную топливную чашку мы забираем и пошли. Все мысли только о еде. Жрать охота. Можно шиповник погрызть. Но ты же не будешь его есть. Ты же дундук. Тебе бургер подавай в лесу. Блин, где бы котелок найти? Совсем плохо тут. С котелками. А это что? Фальшфейер. А, может отпугнуть диких животных. Это нам пригодится. Вдруг медведь выскочит. Я реально больше всего здесь опасаюсь медведей. Потому что с ним, если встретишься, то считай все. Она здесь проходила и явно торопилась. Как ты понял? Вот поэтому? Может быть, это от твоих трусов оторвалось, когда ты падал туда вниз. Слава богу, у нас есть теперь хотя бы вода. Если что, мы попьем. Веточки обязательно. Может быть, еще чего найдем зимой? Замерзшую там малину. Хотя она вряд ли. Ее уже всю поели. Но было бы неплохо. Был бы чем перекусить. Я, кажется, подхожу к озеру замерзшему. А еще, если быстро бежать, то тратится очень много калорий. Кролики. Я вижу кроликов. Мясо, дичь. Берите с собой маленькие камни, чтобы бросать в кроликов и оглушать их. Вот тут есть камушки как раз. Я сейчас присяду, чтобы их не спугнуть. Возьмем парочку. Да что там парочку? Сразу три. Стоп, наверняка. Они у меня... О, они в ружье у меня ушли, камни. Зашибись. Прицелиться и метнуть. Ничего сложного. За исключением того, что я косоглазый и криворукий. Все остальное, ничего сложного. Метимся. Попал. Когда хочется жрать и вы... Стой, ядь! Меньше болтать надо было, идиотина. Они же теперь все. Они же теперь поняли, что тут охотник. Я теперь без ушатого остался. Ушастик, подожди. Ты ко мне бежишь? Ты такой же дебил, как я, что ли? Оу, толпой, толпой прямо на меня. Здорово, ребят. Притащите мне, что пожрать. Чего уселись-то? Такие прибежали ко мне. Приветик. Отпустить, убить. Закрываем глазки. Нам нужно чем-то попитаться мясным. Это ужасно, конечно. Но выживать приходится как можем. Если бы были ягодки, конечно, я бы ягодки пожрал. Да кого я, блин, обманываю. Мясо восполняет хорошо калории и помогает заживлению ран. Поэтому, кролики, извините, но уж так вышло. К тому же, каждый из нас... Здесь недавно кто-то был. Может, это была Астрид? Точно. Дрова оставила. Попробуем сейчас приготовить. Приготовите еду. Палка, труд. Ну и... Газету давай лучше. И замороженную древесину. Попробуем разжечь. По поводу... Не удалось разжечь. Ах, блин. Шанс развести огонь у нас вот тут пишется. Поэтому давай-ка мы сейчас... Мы сейчас газету возьмем. И вот кедрова дрова. Шанс на успех 75. Ага. Давай разжигать тогда. С газетой. По поводу мяса. Все едят, значит, курицу. Все едят свинину, говядину. И никто не представляет, как же... Это мясо оказывается в магазине. Умертвляет животинку. И потом охлажденным везут в магазины. Так что насчет кроликов не надо на меня бузить. Они, конечно, миленькие, но вкусненькие. Сейчас должно разжечь. Должно, должно, должно. Иначе я сдохну. Сожжено. Блин. Давай еще разок. Спичек маловато у меня. Молись. Ешь, люби. И не перди. Да! Молитва сработала. Попробуем что-нибудь изготовить на чем. На чем, на чем добавить топливо. Я хотел зайцев. Его же почистить нужно сперва. От шерсти. Зайца-то этого. Собрать. Ножиком собираем. Вот у нас кишки будут. Шкура, мясо. 226 калорий. А у меня сколько всего вообще по калориям? Меня кто-нибудь сориентирует. 252 калория. 20 калорий мне должно хватить, чтобы успеть сготовить мясо. Но это не точно. Что-то мне совсем плохо стало там. Костер! Разжигаем срочно. Срочно разжигаем. Видимо, пока разделывал тушу, костер потух. Надо было дрова подкинуть. Давай. Я молю тебя. Ах ты, зараза! Одни маты! Никакого цензурного лексикона не осталось. Скрипки еще заиграли, сраный. Есть! Есть! Давай готовить. Давай готовить вот. Мясо. Мясо и еще одно мясо. Сейчас как понабегут какие-нибудь снежные койоты. Истырит мое мясо. До приготовления 30 минут. А, оно уже приготовлено. Хотя тут готовится написано, а тут приготовлено. И до приготовления 27 минут. Свежек. Ой, она уже обуглилась. Давай съедим. Что-то как-то... Попить еще надо. Попить, попить обязательно. Я съел, короче, мясо кролика. А там совсем чуть-чуть, наверное, было. И поэтому... Не шибко-то... И восстановились калории у меня. Водицы напились. Раз слот у нас один пустой есть, можно поставить банку. И накопитить воды. Еще кролики вон бегают. 20 минут. Дровишечек сейчас подкину. И надо побегать, поискать еще их. Древесина. Древесина. Где ты? Камни. У меня там парочку осталось. Можно будет еще одного кролика. Да, в принципе... Нет, эта ветка мне не нужна. В принципе, чтобы разделать еще одного кролика, мне нужно сначала съесть вон того. Поэтому... Ладно. Не буду на них охотиться. И бегать уже сильно-то не могу. Так, сейчас пройдусь тут. Надо что-нибудь съесть. Да готовится у нас, готовится. Что я могу тебе еще предложить? Ладно. Давай сейчас кроликами мимо. Обосрались. Там еще один. Пойдем к нему сходим. Не, ну в жизни, конечно-то... Блин. О-о-о! Я же говорил, что косой и кривой, да? Вот. Пожалуйста. Три минуты, восемь минут. И час еще костер горит. По-любому нужен еще один кролик сейчас, прежде чем отсюда уходить. Неплохо было бы поспать где-нибудь. Как нам сделать лежанку? Как нам сделать лежанку? Источник света, напитки, аптечка. Нам бы как-нибудь лежанку сделать из соломы, которой у нас нет. Что вообще из кишков? Пригодится для изготовления и починки после просушивания в помещении в течение пяти дней. Короче, можно чинить что-то и изготавливать при помощи кишков. Забавно. Зачем ты мясо взял? Оно сготовилось, кстати. Приготовлено. 495 калорий. Сейчас должно восстановить мне это мясо. Шикарно. Воду я слил зачем-то. Зачем ты слил воду? Надо ее прокипятить. Пускай кипятится. Все, мы чуть-чуть восстановили калории. Можно теперь и побегать за кроликами. Если они тут еще остались. Кролики. Вау, он носится. Какое у меня ночное зрение шикарное, да? Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Иди сюда. Попался. Да вставай ты, беги уже. Забирай его, пока он не чухался. Шлеп. Хорошо. Еще один. А, пока я доставал камни из своих широких штанин. Трусы их, наверное, понапихал. Он свалил. Что там? До полного выпаривания. Все. Забираем воду. Это тоже мы забираем. Что, что, что? Мясо, наверное, давай. А, кстати, со шкурой. Что мы можем сделать? Пригодится для изготовления и починки. Повязку можно сделать. Во! Приготовление плоды шиповника. Их нужно было приготовить. А я-то думал, почему я не могу ничего сделать. Благо я сюда залез. Давай сделаем... Сколько можно скрафтить? Три штуки. Давай один вначале сделаем. Шиповник сделали. Труд. Труд делается из веток. Но нам это сейчас неинтересно. Вот он. Почему-то куда-то бросить можно. Что там по костру? Сколько он еще? 19 минут? Нормально. Готовить. Во! Приготовление шиповника. Наконец-то! Ох! Как-то доперил до этого. Ну, пока костер надо подкинуть. Ну, а теперь разделаем кролика. Мясо. 50 калорий. Шкуру. Шкура, короче, снимается. Очень много калорий жирается. И кишки. Ну, давай все, короче, делай. У меня там, по-моему, еще и вода выпарилась. Вообще шикарно. Неседобная сгоревшая пища. Ух ты, елки-палки. Да, не такое бывает. Трута нету. Надо труд сделать. Иначе мы не разожжем. Нифига. Слишком бедренно для разведения костра. Понятно. Я понял. Куда нам идти дальше? Я что-то начал замерзать как-то. Это не очень хорошо. Веточки пособираем и будем уходить куда-то в ущелье. Я слишком долго тут задержался. И профукал, блин, шиповочный отвар. Астрид, куда ты подевалась? Вот еще шиповничек. Надо их собрать. Опа, это что, волк там? Ёлки, там волк. Он оленя там хавает. Ого, это что, волк, что ли? Надо держаться подальше. Но учитывая, что у него есть, что поесть, он у нас не шибко должен обращать внимание. Рычит там что-то. Пещерку, пещерку, пещерку бы мне. Ну-ка, если я вот тут... Кстати, в отличное место. Так, холодно. Что даже больно. Сейчас, сейчас, сейчас. Я куда-то забрел. Это же пещера тут сейчас будет. Блин, это не пещера. Но тут что-то из ткани есть. А, нет, это трава обычная. Вон там пещера, по-моему. Отлично, набрел на пещеру вроде. О, да. Маленькая пещерка. Давай-ка костер тут разведем. А что, тут не развести, что ли? А что нет-то? Слишком далеко для размещения объекта. Риск переохлаждения. Слишком бедный. Так я же в пещеру зашел. Специально спр... Вот, наконец-то. Как тут все, блин, тяжело. Я считаю, что это переохлаждение. А, конечно, еще и сам этот не разведется так просто. Спичек 11 осталось. Сработало. Поскорее бы поесть. А, какой хитрый. Давай вот эту деревяшку закинем. А теперь давай готовить кролика. Ну вот этот быстрец готовится, его мало. Еще надо шиповник приготовить. Шиповник. Крафтим 2. И... Все это дело варим теперь. Готовить. Мясо приготовлено, можно съесть. Чуть-чуть посытились. Ну и готовим теперь вот этот большой кусок. Все, отдыхаем. Меня немножко как-то это... Качает. Создоровимся плохо. Приготовлено. Наша товара шиповника сразу... Откуда кружка у меня взялась? Скажите мне, пожалуйста. Ну, неважно. Выпиваем. Пить. И мы должны правую кисть восстановить. Бонус. Согревание. Хорошо. Давай посмотрим, что тут у нас. Мы согреваемся, но ожог у нас еще есть. Надо пинт с отваром шиповника сделать. Приготовим еще раз. Мясо готовится еще 20 минут. Так как нам горячо... Можно дрова сюда подкинуть. Сколько? 54 минуты? Выбежим сейчас сюда. Так как я выпил горячего чайку, можно немножечко это... побегать в холоде. Собрать веточки. Это что у нас? Главное тут не заплутать потом. Так, так, так. А мы прыгать не умеем, да? Ага, плохо. Тогда возвращаемся обратно в пещеру. Это тупиковая часть. Чай шиповника приготовлен. Берем его. Мясо готовится еще. Давай шерудить повязку. Повязку шиповником. Крафт. Делаем повязочку. И сейчас это надо как-то совместить. Шиповник обмочить в пинт или что? Как это делается. Надо посмотреть еще. А где ожог? Ну, так-то это хорошо, что ожог у меня прошел. Мясо приготовлено. Сжираем его. О, да. Это великолепно. Забираем чашку и сейчас пойдем отсюда. Ладненько. А тут мы все-то согреваем. Время действий закончилось. Я понял. С костра бы еще что-нибудь вытащить, умудриться. Но вы так не получится. Побежали, короче. Бежим дальше. Мне, конечно, тяжеловато бежать, но справляюсь вроде бы. Пальцы онемели. Как ты хотел-то, елки-пахи. У тебя хотя бы ботинки есть. Я их, правда, не вижу. Но следы вижу. Волка, кстати. А не, он там хавает, вон. Легкий ушиб. Черт подери. Вот это я упал. Докупал. Черт, меня заносит. Здоровья вообще нет. Ого, какая-то радиовышка, что ли. Цивилизация ближе, чем я думал. Да мы до нее не дойдем теперь, до этой вышки. Слушай, риск переохлаждения меня укачивает прям. Ай-ай, мы сейчас полетим нафиг вниз. Осторожно, осторожно. Кролики бегают тут. Че, я сейчас загнусь же. Мать честная, что со мной происходит? Мне бы что-нибудь, это, на подхил. Сейчас я посмотрю, что у меня там в рюкзачке есть. Чайку можно горячего бахать. Вы ушли во тьму. Не дали мне чайку попить. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Печальный такой конец. Зато эпизод мы завершили на 35%. В следующий раз, я думаю, что мы добьем. Поэтому, если ты хочешь увидеть, как я здесь страдаю, погибаю, выживаю, ставь лайк, подписывайся на канал. И тогда мы вновь увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи.